Пока я катался на лыжах в Италии, мой дом дважды вырубался. Представляете, газовый котел переставал работать при морозе в минус 15. Мы, конечно, выжили, но как решать эту проблему, чтобы впредь не заморачиваться? Представляете, приезжает бабушка с внучкой на дачу, а света нет. И газовый котел, соответственно, не работает, в нем же электроника всякая. Просто включили рубильник, свет заработал, газовый котел включился, стало в доме тепло. Вопрос, почему выключался свет, этого никто не знает. Мало ли, что там замкнуло, что перемкнуло, никаких следов поломок или проблем, ничего нет. Просто вырубилось, ну бывает. А можно сделать так, чтобы газовый котел работал, даже когда свет выключается? Можно, но об этом позже. А сначала о второй поломке, которую я застал сам. Ровно сутки дом при температуре минус 15 стоял без отопления. Ну ничего, температура упала где-то градусов до 10-12, нормально. И вот я сам приехал, вошел в котельную и начал разбираться, что за фигня. Пошли посмотрим. Кстати, мой дом тоже здравого смысла. 167 квадратных метров, почти копейка в копейку совпадает с тем, что я пропагандирую для поселка. Но здесь три уровня и слишком много архитектурных излишеств. Не говоря уже о том, что дом не прямоугольный в форме, а вот такой, буквой Г. То есть слишком много было лишних расходов. А суть та же самая. Комфорт такой же, как будет у нас в сам себе поселке. Но сейчас не об этом. Сейчас о газовых котлах. О самой большой проблеме. Вот сейчас я в очередной раз буду пропагандировать систему самотека. Самое страшное, что может случиться с вашим домом, это замерзнуть зимой. Вот чтобы не иметь таких проблем, надо ставить систему самотека. И вот таких котлов энергозависимых не ставить никогда. А теперь подробности. Ошибки в этих газовых котлах пишутся вот здесь, на этом электронном табло. Сейчас сниму вот здесь, не знаю, видно или нет. Сейчас котел работает нормально. В нем установлено 66 градусов для отопления всего дома. Вот горит пламя, значит, как бы котел работает. И вот когда он вырубается, то он пишет ошибку. 3С. Список ошибочек у меня лежит рядом. Вот он. Все подготовлено. И я читаю, что 3С означает, что нужно либо проверить вентилятор, как он там воздух засасывает в котел, либо накрылась или проблемы с дифференциальным реле. Ого, вот это посерьезнее. Но я-то уже с этими котлами 4 года живу. Ну неужели я не знаю, что такое дифференциальное реле? Конечно знаю. Вон оно, родима. Значит, вот оно. Вон там дифференциальное реле. Я не буду его сейчас оттуда вытаскивать, потому что у меня котел работает. Все здесь под напряжением. Но у меня есть еще одно. Вот оно, смотрите, точно такое же. Я купил его год назад, и мне его меняли. Потому что год назад я с этим котлом Будеру схавал точно такие же проблемы. Чувствуете? Значит, вот я это реле должен был всего-навсего продуть. Вот так. И тогда бы я не попадал на деньги. Но я забыл. Год прошел, и я забыл, что с ним надо делать. И поэтому я вызвал в очередной раз фирму, заплатил 4000 рублей за визит. Приехали знающие дядьки, потыркали тут, тут, достали это дифференциальное реле, подули. Показали мне, напомнили, что надо делать. И оно теперь опять работает. Когда вырубается этот котел, когда погода резко меняется. Вот перед отъездом моим на горные лыжи было где-то минус 2 днем, и вдруг резко стало минус 15. Вот тогда вот это дифференциальное реле внутри где-то там переклинивает. Все, надо просто продуть. Вы хотите продувать дифференциальное реле? Нет? Тогда ставьте систему самотека, и не будете иметь никаких проблем. Система самотека означает, что ваш котел энергонезависимый. В нем нет не то, что электроники, вообще никакого электричества. Он работает как допотопный паровозик. Чух-чух-чух. Сибирь называется, но может еще какие-то фирмы есть, не знаю. Значит паровозик работает чух-чух-чух, нагревает воду, и она просто, горячая вода, самотеком поднимается вверх и по трубам вниз стекает обратно в котел. Большинство фирм, которые монтируют отопление в домах, не любят такие вещи, потому что труба должна идти ниже, ниже, ниже. Никогда не подниматься вверх. А если ставите вот такой котел, тогда горячую воду по трубам и по батареям гоняет насос, и можно вверх-вниз гонять как угодно. Все ошибки прощаются, рассчитывать тут нечего. Очень удобно монтажникам монтировать такую систему. Они, как обычно, облегчают себе работу. Нет, заставьте их сделать систему самотека. И пусть у вас самотек будет в отдельном контуре в доме. Пусть будет 4 или 5 всего-навсего батарей с системой самотека. А еще отдельный контур, не знаю, на 15 батарей, в котором всю воду гоняют принудительно насосами. Может быть, даже система самотека не будет практически работать, когда работают насосы. Потому что насосы будут оттягивать на себя большую часть давления и вот этого движения. Не важно. Важно, чтобы когда вырубился свет во всем доме и в насосах нет электричества, ничто не гоняет по дому горячую воду. Вот тогда включается система самотека, и под естественным давлением, горячая вода вверх, горячая вода вниз, он работает просто паровозик. И вы спокойно катаетесь на горных лыжах. Дом теплый. Кстати, лайфхак. Эти ребята, которых я вызвал за 4000, мне объяснили. Надо оставлять крышку, ну, открытую или приоткрытую. Вот сейчас, когда крышки нет, то воздух в этот котел поступает из дома. Он теплый. И тогда перепад там температуры на улице или нет, неважно. А если я эту крышку наглухо закрою, то тогда котел будет брать воздух с улицы. И вот тогда было минус 2, стало минус 15. Вот тогда там чего-то переклинивает в этом дифференциальном реле. Ага. Но оставлять это все наружу, а здесь пыль, еще что-то нехорошо. Ну и я придумал очень простую вещь, видите. Я купил на рынке винты, гайками их наглухо, видите, привинтил. И теперь я вешаю котел, и он до конца не закрыт. Видите, воздух снизу проходит. Ну да, какая-то пыль по мелочи пройдет, но это уже пустяки. Слушайте, ничего по-крупному сюда не сыпется. И все. В мой котел отныне воздух проходит изнутри дома. Поэтому теплый. Поэтому мне не грозит эта проблема. Ну а какая другая проблема грозит? Да бог его знает, электроника. Все здесь очень нежное, хрупкое, ломкое, капризное. И это все деньги, деньги и деньги. Вот еще, смотрите, живые деньги. Это манометр. Он меряет давление горячей воды во всех батареях и в этой системе. Вот сейчас чуть меньше атмосферы. Ай-яй-яй, прибавлять надо. Потому что энергозависимый котел Будерес очень нежный. Он не любит падение давления ниже одной атмосферы. Может вырубиться и напишет ошибочку 6А. Это я уже и наизусть знаю, да? Поэтому следите. А если у вас самотек, он падает до половины атмосферы. И ничего страшного. Работает и работает паровозику все равно. Вы понимаете разницу между капризной системой и допотопной дедовской? Хотя нет, дайте-ка я проверю. 6А ли какая-то другая ошибка? Вот он мой список ошибок. 6А нет, я ошибся. Оказывается, если давление недостаточное, то это ошибка. 2Е. А 6А это если пламя там по каким-то причинам не горит. Ну, например, просто газ не подается в котел. Чувствуете? Геморрой. Система самотека это без геморроя и без электроники и без списка ошибок. Уверен, что найдутся люди, любители теории заговора, которые скажут, что весь этот ролик это наезд на фирму Будерус. Нет, ребята. Висман, Беретто ничуть не лучше. Все энергозависимые навесные котлы такая же капризная дрянь. Вот, например, фирма Висман. Крутейшая, немецкая, дорогущие котлы в домах миллионеров вы обязательно увидите от фирмы Висман. И они буквально пару-тройку лет назад стали делать тоже недорогие навесные вот такие вот котлы, да, для массового рынка, скажем так. По-моему, 50 тысяч рублей он стоит, не больше, да. Так вот, ребята, которых я вызвал и которые мне за 4 тысячи продули вот эту вот фигню пластмассовую, они мне сказали, что Висман ничуть не лучше. И более того, они официальные дилеры Висман. Так они мне говорят, что большая часть деталей внутри Будеруса, Висмана и Беретты одни и те же, одни и те же китайские пластмасски. Ну и, наверное, возникает вопрос, зачем вообще нам делают и продают дерьмо все эти фирмы, Будерус и все остальные. Не знаю, наверное, идеология бизнеса такая, что сначала я поставил дешевый котел, потом он начинает часто ломаться, и я здесь куплю за 3,5 тысячи рублей вот эту пластмасску, там куплю эту плату, поменяю за уже то ли 8, то ли 12 тысяч рублей, да. Потом у меня где-то там внутри еще что-то сломается и можно на 20-ку налететь. Ну и эта философия бизнеса очень легко продвигается. Ведь все, кто монтирует системы отопления в домах, заинтересованы в том, чтобы они ломались и потом выезжать, и брать только 4 тысячи рублей за выезд, а потом за ремонт отдельно или не отдельно, ну как ты понравишься, поулыбаешься. Вы спросите, почему я в таком навороченном доме, где истрачено так много лишних денег, почему я поставил такие плохие газовые котлы? Да сэкономил. А знаете, сколько сэкономил? 50 тысяч рублей. Дело в том, что энергонезависимый котел требует очень мощный дымоход. Вот такая толстая труба с двойным металлом с утеплением 50 тысяч рублей стоит. Плюс монтаж сложный через кровлю. Я сейчас покажу, как выглядит просто вентиляционная шахта такого рода, за которую тоже полтинничек отдал. Сейчас покажу. Вот смотрите, видите, какой дымоход в энергозависимом навесном котле Будерус? Да никакого, просто коаксиальная труба. А если бы мне пришлось ставить за полтинничек, то выглядело бы вот так. Это не дымоход, это вентиляционная шахта. И она идет наверх до самого там конька. И, соответственно, стоит полтинник. Вот мне пришлось бы еще один полтинник ставить рядышком. Жалко было. Вот я сэкономил полтинничек, но за 4 года я почти столько же денег уже отдал. На ремонты, на вызов мастеров. Я даже ремонтировал электронную плату вот в этом вот навесном Будерусе. Очень жалею, что не поставил систему самотека сразу. А теперь сложно и дорого, потому что ведь и полы надо вскрывать, и все переделывать. Буду мучиться с этим котлом дальше. А вы подписывайтесь на мой канал, чтобы не повторять моих ошибок.